Приветствую вас, Наталья. Давайте мы с вами попробуем разобрать ваш текст, который вы написали. Я помню, что отвечал вам, наверное, полгода назад, да? Вот. Я отвечал вам на ваш вопрос, где вы сделали мой ответ лучшим, за что я вам благодарен, но вы не обратились ко мне, значит, хотя бы за дополнительной консультацией. Вот. И из-за этого проблема ваша осталась на том уровне, на каком она и была. Прежде чем говорить о чем-либо, да, прежде чем анализировать ваш текст, я бы хотел заметить, что все ваши переживания, все ваши переживания крутятся вокруг, по сути дела, того, что вы не свободны. То есть, у вас есть муж, на секундочку, Муж, который находится с вами вместе, Муж, который, наверное, вас любит, Муж, который, наверное, испытывает к вам какие-то чувства, симпатию, понимаете? И вы пишете о том, что вы своего мужа не любите. Вот с этого, на мой взгляд, нужно начинать. Для этого я открыл ваш вопрос, который вы задавали еще в прошлом году, вот. Ага, значит. И предлагаю немножечко поговорить о нем. Меня зовут Наталья, замужем 12 лет, двое детей. Я понимаю, что не люблю мужа. В другом своем вопросе, Наталья, вы писали, что у вас двое детей, и, опять же, вы пишете, что мужа не любите, но просто живете с ним, наверное, из-за детей. Вот эта установка, вот эта установка, что вы считаете для себя позволительным жить с мужем из-за детей, и нуждается, в первую очередь, в том, чтобы ее исследовать. То есть, вы живете с мужем не ради мужа, да, не ради, там, его самого, да, а вы живете с мужем, ради, ну, детей. И вот, как вы сами, как вы сами считаете, хорошо ли это, то, что вы делаете? Здорово ли это, то, что вы делаете? А хорошо ли детям, от того, что вы живете с их папой, только ради, ну, только ради них? То есть, у вас, у вас, откуда-то, взялась модель поведения самопожертвования. То есть, вы склонны жертвовать собой, склонны приносить себя в жертву и, значит, свои желания, которые есть у вас, желания, ну, скажем так, естественные, желания нормальные, себе подавляют. Вот, не любите мужа, так ему и скажите, что, извини, я тебя не люблю. Давай пересмотрим наши отношения. Да, ему будет неприятно. Да, ему будет, ну, ему будет тяжело. Но, по крайней мере, вы сможете двигаться дальше, чтобы это не значило, понимаете? То есть, чтобы это не значило, вы сможете идти вперед. А пока, пока вы рассуждаете о Лёше, не исследовав ваши отношения с мужем, понимаете? А это очень важно, потому что отношения с мужем ваши нуждаются в том, чтобы их, ну, как минимум завершить. Как минимум завершить или как минимум, значит, исследовать, чтобы вы поняли для себя, что вам хочется от отношений в целом. То есть, как вы воспринимаете своего мужа? Я вот, вспомнится, говорил вам, наверное, о том, что Лёша, вот, ваш, значит, мужчина, да, вот этот брат, брат мужа, он, скорее всего, скорее всего, скорее всего, не проявляет к вам инициативы, именно потому, что вы замужем. То есть, вы никак ситуацию с своим мужем и с его братом не разрешаете. Вот. Вот. Она, эта ситуация, не разрешена. И из-за этого, из-за того, что, из-за того, что она не разрешена, эта ситуация, всё висит так в подвешенном состоянии. Не важно, не важно, что будет у вас, Лёша, дальше. Важно то, что человека, ну вот, например, вас, да, нельзя полноценно воспринимать, да, нельзя полноценно воспринимать и нельзя относиться. Если он сам не доценивает себя, если он сам не ценит себя, понимаете? А вы, к сожалению, вы себя как раз-таки не цените. Ну, потому что, вот, не закончив одни отношения, да, вы уже хотите других. И Лёша, он чувствует, он знает, что лучше он, вот именно лучше он только на фоне, на фоне своего брата. То есть, он чувствует, что он не единственный в вашей жизни, а как бы, как бы, знаете, как бы сравнению. Понимаете? Вот. И это, конечно, его тормозит. Ну, тут надо сказать, что любого человека бы тормозило. Вот. Поэтому, поэтому, обязательно сначала вы разбираете свои отношения с мужем, анализируете их, смотрите на их генезис, на их развитие, на их, значит, состояние сейчас. Понимаете? И уже потом, после этого, принимаете решение, что-либо делать дальше. Только так. И никак иначе. Потому что, ну вот, представьте себе, да, что Лёша отвечает вам взаимностью. Вот. Ну, просто, вот он ответил вам взаимностью. И что? Что дальше? Какой, эээ, какое будущее у вас, если вы до сих пор не сделали выбор? Вот. Так что, я думаю, что именно на это вам нужно обратить внимание самую, в первую очередь. И дальше уже будет, я так думаю, легче. Дальше идем. Так, эээ, далее вы описываете, значит, что брат, эээ, начал проявлять к вам симпатию. Эээ, там, дотронется случайно, там, и так далее. Эээ, я ему написал эсэмэс, мне кажется, нам нужно поговорить, нам надо поговорить. Но он ничего не ответил. А, о чем разговаривать? Знаете, вот здесь вы высказываете, как бы, свои желания, да, вы говорите о том, что вы хотите поговорить. То есть, ваши, эээ, ваша реакция, ваши чувства, эээ, свидетельствуют о том, что, эээ, ну, что вы действительно хотите чего-то. Вам действительно нужно что-то, вам действительно не хватает эээ, жизни, не хватает любви, не хватает эээ, эээ, не хватает эээ, чувств, не хватает ээээ, какого-то драйва может, может быть в отношениях. Понимаете? Ну, и в таком случае, в принципе, вполне, вполне естественно и нормально, что вы обращаете внимание на брата своего мужа. Вот. Но это вам не хватает драйва. И вы, в некоторой степени, выбрали, вы выбрали такую жизнь. А вот почему, почему вы выбрали такую жизнь? Вот это нужно разбирать, нужно разбирать. И, только если это будет разобрано, да, можно уже будет говорить о том, что вам делать дальше. Вот. Так что вот здесь, ээээ, я думаю, момент понятен. О чем я говорю. Хорошо. Эээ, теперь давайте разберем ваш текст, который вы написали, эээ, сегодня. Так. Эээh. Эээ, уже обращал вас полгода назад с этой проблемой. Я пишу снова, потому что не с кем больше об этом поговорить, не с кем позаветоваться, я устал. Наталья, ну вот, смотрите, вы пишете, что не с кем об этом поговорить. Как у вас обстоят дела с социальными контактами? То есть, как дела обстоят с подругами, которые бы, например, вам, допустим, доверяли бы? Как обстоят дела с людьми, которые вас понимают, которые вас уважают? Кх-кх-кх-кх, которые вас ценят. Потому что то, что вы пишете о том, что вам не с кем поговорить, создает впечатление о некой такой, знаете, как бы изоляции, что ли, вашей. То есть, создает впечатление вашей социальной изоляции. И это, на самом деле, довольно тревожный принцип. Далее, вы пишете, что вам не с кем посоветоваться. Но психологи, да, это не те люди, с которыми вы можете советоваться. Психологи не дают советов. Психологи анализируют информацию и дают рекомендации на это. Советоваться? Советоваться вы можете со своими друзьями. Опять же. Дальше. Вот вы пишете, что я знаю, что не смогу начать какие отношения с Лёшем, потому что я замерз. Мне очень важно знать, почему он так изменился по отношению ко мне. Вообще, такое возможно, он не считает себя красивой, идеальной, скажем так. Вот в этом, это из прошлого вашего вопроса, то, что вы не считаете себя красивой и идеальной, да, говорит о вашей неуверенности в себе. И как следствие, если человек в себе не уверен, то у вас возникает, с одной стороны, подавление своих желаний, с другой стороны, доминирование каких-то догм, которые якобы нужно выполнять. То есть тут вот нужна работа самооценки. Если вы не считаете себя красивой и идеальной, то что вы делаете для того, чтобы стремиться к этому? Делаете ли вы что-то, понимаете ли вы, что мужчина, вот мужчина, которого вы, ну вот, про которого вы говорите, да, про Лёшу, не может считать вас красивой и красивой и идеальной, потому что вы себя таковой не считаете. И вот так. И поэтому он ведет себя, скажем так, ну, как будто превосходит вас, то есть чувством превосходства своего он ведет себя с вами. Потому что он видит, что вы смотрите на него как бы сверху, снизу вверх, он видит это. И отсюда его такое отношение. Дальше. За полгода ничего не изменилось. А вы делали что-то для того, чтобы изменилось? Или вы считаете, что вот само собой может что-то поменять? Отношение Лёши было все такое же. Ну, опять же, а вы делали что-то для того, чтобы оно изменилось? На Новый год я ему просто написал в ВКонтакте, что не хочу уже получать никаких ответов, мне просто хорошо, когда ты рядом. Вот есть ощущение, что вы говорите само собой. Понимаете, насколько я помню, я, конечно, не уверен, но насколько я помню, Лёша вам ответов никаких не давал. То есть он просто отобрагивался, давался, он просто проявлял какие-то никакие внимания, но никаких обертов он не давал. Если вы говорите как бы сами с собой. То есть говоря, психологическим языком, переносите на него свои чувства, свои переживания, свои эмоции, свои желания. Наделяете Лёши теми качествами, которые вы хотите, чтобы были у мужчины. Опять же, в следствии того, что со своим мужем вы не раскрываетесь. Вот поставьте себе, поставьте себе такой вопрос. Вот завтра Лёша скажет, что да, я тебя, например, люблю или у меня какая-то симпатия, вот. Я готов с тобой попробовать отношения построить, например. И вопрос, который у меня к вам есть, что вы будете делать в этой ситуации? А если появится не Лёша, а другой мужчина? Вы, понимаете, то есть вы, вы обманываете сами себя. Вы не честны с собой до конца и отвертите все проблемы. Потому что, по сути, вы живете в своем мире, в своем мире, избегая от мира реального. Потому что реальный мир, скорее всего, для вас украшающий именно по той простой причине, что вы не уверены в себя. То есть, не адаптированы к нему. Вот, следствие, опять же, может быть того, что ваши родители вас подавляли. И не привыкли вас, не приучили вас прислушиваться к своим желаниям, к своим потребностям и так далее. Так, значит, мне просто хорошо, когда ты рядом. Ну, вы знаете, любой человек понимает, что подобная фраза, она, вот, если бы она несла в себе тот смысл, который мощно прочитать по словам, да, то есть, прямой смысл, то фраза не имела бы никакого значения и вообще ее могло бы не быть. А зачем она нужна? Ведь, вам хорошо, когда он рядом. Зачем я об этом писать? Это и так, понятно, могло бы быть, да? Но вы захотели ему об этом сказать. О, это значит, что вы хотите определенной обратной связи от него. Теперь при встречах он ведет себя так, чтобы я почувствовал, что он рядом. Но, опять же, чтобы никто это не заметил, что он рад, что ли, что я ему первое признало. А вы, Наталья, считаете, что он должен вести себя так, как будто он должен вести себя так, чтобы все заметили? Вы считаете, что вы хотите, точнее, чтобы он за вас решил те проблемы, которые есть у вас? Вы хотите, чтобы он решил проблему с вашим мужем, но ведь это его брат. И против брата он не пойдет. В лучшем случае он может с вами сблизиться, если вы с мужем разведетесь в лучшем случае. Но, скорее всего, он даже если вы разведете, не рискнет пойти против брата, потому что брату в любом случае будет неприятно. Вот. Так, дальше, мне кажется, что он даже как-то увереннее стал, зная о моих чувствах. Ну, это, скорее, ваши догадки, потому что это то, что вы хотите видеть. То есть вы считаете, что своими чувствами, точнее, своим признанием вы подпитали мужчину. Ну, просто подпитали его. И я думаю, что это, опять же, то, что вам хочется видеть. Более уверенного в себе мужчину. Так, значит, хотя не ответил, так что с ним происходит? В принципе, я думаю, что происходит то же самое. Что он, в принципе, не против самому, а побыть в отношениях, такие, какие удобные ему. Да, то есть, ну, возможно, ни к чему не обязывающие и так далее, но при условии, что вы будете... ПОСКУ! 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 ...eh... ПОСКУ! ...женщиной его брата, вот! А до тех пор, до тех пор он будет находиться как бы на периферии, напоминать вам о себе и... все. Потому что так поступил бы любой порядочный человек. Так, он действительно влюблён в меня. Этого мы не знаем. Вы обращаетесь к психологам, Наталье, и мы можем рассказать то, что происходит с вами, а не к братам вашего мужа. Хотя, почему он не отвечает? Потому что отвечать нечего. Отношений между вами как таковых нет. Как мне вести себя с ним, если я уже начала этот разговор? Я не очень понял, какой разговор вы начали, а ни к чему вы не обязываете ни себя, ни его своим разговорам. Вот. А вести себя лучше так же, как он. До тех пор, пока вы не решите проблему в своей семье. Так же делать вещи, что ничего не происходит. Это действительно так. Действительно так, ничего не происходит. Пока что. Потому что вы ничего не делаете. Для того, чтобы что-то изменилось, вы не решаете проблему со своим мужем. Вот. Поэтому да. Поэтому да. Вести себя пока нужно так. Что я ничего не писал. Ну, вы писали, но понимаете, то, что вы написали, ничего не значит. То есть вы не сказали открыто о своих чувствах. А то, что вы написали, мог написать и просто друг. То есть понимаете, а при необходимости или при возникновении каких-то обстоятельств, то, что вы написали, можно интерпретировать как просто дру... ну просто что-то дружеское. Понимаете? Это даже не симпатия. Но вы, вы, в эту простую фразу, да, по сути ничего не значащую фразу, а вы в нее вкладываете очень много смысла. И вот это ваше желание. И как только вы возьмете ответственность на себя за то, чего вы хотите, я полагаю, что дело пойдет. Потому что вы ничего не предпринимаете абсолютно. Ну и самооценкой поработать нужно, естественно. Потому что вот если самооценку вам подкорректировать немножко, да, если подкорректировать вашу самооценку, то вы для себя увидите неприемлемость. Эм... неприемлемость того, как вы взаимодействуете. Понимаете? Понимаете? То есть вы увидите, что... Убожающий себя человек... Ценищий себя человек... Эм... жить так, как вы живете... Не будет, не будет. Потому что... Ну не любите вы своего мужа, вы не виноваты в этом. Берете расход, расходите, что-то еще, но вас что-то удерживает с мужем. Возможно, вам тоже страх какой-то, возможно, что-то еще. И с этим нужно работать. Я просто не знаю, что мне делать. Делать вам нужно с собой. То есть определите свой путь, что вот здесь и сейчас я несчастлива. Здесь и сейчас я нахожусь с нелюбимым человеком. И неужели я достойна того, чтобы находиться с нелюбимым человеком? И по какой причине я нахожусь с нелюбимым человеком? Дети, дети, это разговорка. Потому что детей счастливее вы не делаете. Это... Я уже неправильно... Не знаю, правильно ли я поступила, что вы сказала ему. Знаете, правильно! Это говорит о том, что у вас... Кхм-кхм-кхм... У вас... Перемежается. То есть... Знаете, как... Подобно... Маятнику. Вы в то состоянии хочу, в то состоянии надо. В то состоянии хочу, в то состоянии надо. А вот могу... Могу? Нет. То есть, взрослого состояния нет. То вы одержимы своими желаниями. Понимаете? Вот. Нужно вырабатывать взрослую, функциональную, анализирующую прослойку. Понимаете? Вот. С одной стороны, я вроде поняла ответ. И мне действительно стало легче. Так. А какой ответ? Никакого ответа нет. На самом деле. Вы поняли только... Только то, что вы хотели понять. Эм... Так. Ну, я хочу получить ответ словами. Зачем? О каком ответе может идти речь Наталья, если вы замужем? Понимаете? Я просто знаю, что мне действительно важно, чтобы он был рядом, быть даже так, анонимным. А человеку нет. Человек не хочет быть рядом с вами анонимно. Понимаете? У человека есть свои желания. У человека есть свои потребности. У человека есть, в конце концов, свои цели. И вы хотите, чтобы Леша был с вами вот так. Да? То есть, вот на уровне, там, такой платонической любви. Чтобы он не женился. Да? Чтобы он не уходил. Это эгоистично, Наталья. Это эгоизм, к сожалению. Понимаете? И эгоизм, это не реализован и адекватно ваше желание. Понимаете? Дальше. Эээ, я боюсь потерять пусть такие, но отношения. Это не отношения, Наталья. Понимаете? Эээ, но то, что вы боитесь, нужно анализировать. Почему вы боитесь? Из-за чего вы боитесь? А боитесь вы только по той простой причине, что вы чувствуете себя не идеальной, некрасивой. Леша обратил на вас внимание, и если он уйдет, вы опять будете чувствовать себя такой же. То есть, проблема в том, что вы свое восприятие себя ставите в зависимость от других людей. И поэтому вы боитесь. Я боюсь, что он только уйдет и женится. А что ему делать, если вы замужем? Наталья. Что значит, я боюсь, что он уйдет и женится? Но вы-то уже замужем, вы-то уже замужняя женщина. Так почему же, если вам Леша дорог, почему же вы не хотите для него счастья? Почему же вы не хотите его отпускать от себя? Потому что он вам нужен. А для чего он нужен? Какие вы проблемы решаете с его помощью? Вот об этом и нужно подумать. Грубо говоря, если рассматривать вашу ситуацию так вот, в общем, то вы напоминаете такого, знаете, ребенка. Недолюбленного ребенка, который хочет что-то получить. Который, ну, в общем-то, переживает по этому поводу. Но который ничего не делает. Потому что, с одной стороны, боится наказания. С другой стороны, не чувствует себя уверенным вследствие этих наказаний. И, в-третьих, не готов брать на себя ответственность. Вот это основная проблема, Наталья. Что вы не готовы брать на себя ответственность, делать выбор и отвечать за него. Без этих качеств отношения какие угодно, с кем угодно не построить. Поэтому, если вы действительно дорожите Лёше, если вы действительно понимаете, что не любите своего мужа, то именно с мужем нужно расстаться вам. Именно отношения с мужем нужно завершить. И дальше, именно этот шаг, именно этот поступок, раскроет вам дорогу в новые отношения. В Лёше или с кем бы то ни было ещё. И потому, как мне видится, такой небольшой приблизительный план работы с вами. Работа с самооценкой вашим восприятием себя. Далее, оценка и реализация выбора. И после, корректирование своей модели женского поведения с учётом новых реалий. Мне кажется так, если готовы, обращайтесь, будем работать. Если нет, если не готовы, ну что ж. Тогда, ещё через полгода, вы опять обратитесь за помощью. Опять вы зададите вопрос, который снова ничего не решит по факту. И, по сути, именно так проходит ваша жизнь. В какой-то момент вы просто поймёте, что вся жизнь уже прожита. А вы, вы так и несчастны до сих пор. Тогда станет страшно. Если не хотите, то действовать нужно уже сейчас. Но действуя, нужно помнить об ответственности. Ответственность. Понимаете, Наталья? Страх того, что вас покинет. Ну, Лёша, это детское состояние. Это ярко выраженное детское состояние. Поэтому, вот то, что мне кажется наиболее критичным для вас, это выработка взрослого. Такой взрослой прослойки между вашими желаниями и тем, что нужно. Потому что, без взрослого, вы постоянно будете находиться в конфликте между собой. А я думаю, что Лёше вы нравитесь. Но я также знаю, что семейные узы подчас крепче, чем симпатия. И в силу того, что Лёша Холостяк, он не ставит во главу угла отношения, а ставит во главу угла семью. Я думаю, так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пройду – вечер. Прод С jest presentation у В rollerорусскогоuk. Продолжение по от 636 до 18300. Рисflуток на Wayо 不 logic-ann, а верно? По небу благодарens. Продолжение поясов Joshишки. Здравер Blade정을 Cambia к появлась.